Звездного времени суток вам, граждане! Вот и прошел CitizenCon 2017. Мы благодарим всех вас за поддержку нашего канала. Мы прекрасно понимаем, что смотреть видео более трех часов – это утомительное дело. Поэтому мы и решили выложить самые интересные сцены видео с нашим переводом со стрима. Итак, первое видео будет посвящено игровому процессу, который нас ожидает в 3.1. Ну, после 3.0 они уже опять же сделают, новят, родмап, график выкатки и фич. И это еще тоже, ну, то, что мы говорили во время стрима Рождественского. Они будут презентовать график по Эскадриле 42. А это уже превью того, о чем они вот уже потихоньку работают после 3.0. Да, что будет после 3.0? Опять этот мерзкий Рейвел. Ну да, он говорит, что новая парадигма Star Citizen – это все, что ты видишь, каждую планету, каждую луну, ты в каждое из этих мест можешь полететь и исследовать. Да, как вы видите, этот Рейвел. Я так понимаю, что в 3.1 можно будет покупать и брать в аренду кораблей. Я так понимаю, что за игровые деньги он имеет в виду. Ну да, это как бы о том, о чем мы не говорили, ребята. Верение Эрия 18. И заполнение мера. Это то, что мы говорили в одном из бла-бла-бла, где будут появиться МПС, получается. Ну, МПС, то есть они как в 3.1 обещали, что первое, что они будут, за что они возьмутся, это расширение вот этого кусочка. И Эрия 18. Говорит, что, ну, как бы, в смысле, то, что каждому, то, что ты видишь на экране, ты каждому можешь подойти. Это все реально, это все там находится, нету бэкграунда. Да, то есть, все находится там, в действительности. Опять же, помните, это таможня, да, как мы появляемся очень часто в Эрия 18. О, опять смешной чувак. Странный МПС, да, который спят почему-то на лавочках. Да, мозги МПС еще пока что странные довольно, то есть смотрят непонятно куда. Ну, в общем, довольно, да. Интересно. О, терапин. А, ну, он еще даже в 3.0 не будет. А, ну, сейчас мы вам покажем новую Аврору. Неужели с кожаным сидением? О, в ровку залазит. А, интересно. Я сейчас чувствую, что будет облет этой всей территории. В принципе, они сделали очень правильную тему, потому что 3.0 уже все засмотрелись, все уже хочется играть. А вот что будет после 3.0, это интересно. Да, я сейчас представляю, как слюни текут реками из тех, кто сидит в зале. Да, не только те, что в зале сидят. Ну, я как бы немножко тоже тут подофигел. Опять же, вопрос, насколько это все реально, но надеюсь, что да. То есть, если это в реальном времени сидит парень и играет за... То это сильно. А лететь некуда. В том ролике, когда они впервые показывали посадку на планету, тогда в котором фигурировала Constellation, да, это все, конечно же, было нереально. То есть, он показывал, он прямо говорил, что это все буллшет, да, это CGI, да, то есть компьютерная генированная анимация. Ну, если вот это, то, что они показывают, это реальность, то хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как бы, ну, это уже далеко не ревать. Да, говорит, что все до горизонта покрыто постройками. Он говорит, ну, все, все в реальной вещи, реальной соизмеримой по размеру. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Он говорит, area 18 в 25 километрах уже. Да, я ему сказал, что на самом деле это все рендерит одна машина. Ну, то есть, как бы, вопрос какая? Ну, не забывай, они на вулкан должны перейти. Ну, как бы, да, ты думаешь, это, я не думаю, что это уже на вулкане. Нет, это не на вулкане, а хотя бы... Ну, это прикольный мемчик был, да. Помните в прошлое раза? Человек, который кричал на горе. Да, ребят, я думаю, что это все по качеству DirectX, то есть, как бы, ну, не успели они еще. Хотя, возможно, это тестовая версия, тестовый билд тоже. Вулканно. Ну, тут мы видим домики не такие, конечно же, тут они просто коробочек накидали, но с точки зрения чисто... А бы было. Ну, давайте будем... Объективно. Правде в глаза смотреть, да. Объективно смотреть это. Да, да, да. Ну, я тоже думаю, что никто там не прорабатывал детально, не прорисовывал. То есть, исключительно для того, чтобы нам показать, как это будет выглядеть. А, ну, даже бедно. Объективно, что это просто коробки нам накиданные. Это, да, как гетто, знаешь, такое очень бедное. Они, скорее всего, будут детализировать, но пока что, да. Кстати, помнишь, один из вопросов по X1 насчет квартир? Да, 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 я хочу квартиру вон в той коробке. Да, вон в той коробке. Да, я просто думаю, что даже сейчас машина бы это все не потянула. Хотя, в принципе, я не вижу никаких проблем. Подсказку дайте. С точки зрения чего? Техники. Ставим разрешение 800 на 600. Нет, ну, само собой. Ну, говорит, что вот уже до чего технология-то дошла. Можно виртуально создать планету, полностью покрытую, да, городскими постройками. Ну, скажем так. Я даже немножечко, вот, прибалдел. Красиво. То есть, и на самом деле, это не показывает нам, да, вот, крутость. Это показывает нам реальный потенциал того, кто может быть. И это еще только, еще более захватывает, да? Рейнер Горо. Хоть бы пробок на дорогах не было. Да, кстати, вот, трафик, это все. Вот эти все вещи, кстати, я тоже об этом думал. Как будут NPC себя вести? То есть, их тут же ж будут, ребята, миллионы. Ну, по идее, иначе город будет очень пустой. То есть... Ну, а если в 7PC там садут с ума движок, какой-то AI выйдет из строя, ну, это же будет полный кипец, массовый суицид. Там будет прыгать с домов. Ну, посмотрите, вот, кстати, пробки. Видите, трафик идет. Да, по идее. Да, кстати, корабли, да, собираются. Да, 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 вот идет как бы как, 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 этот, как движение воздушное. А вот за нами. Слушай, это реалистично очень выглядит, ну, классно. Это не показывает возможность, похоже. Да, да, да. Ну, мне вот интересно, он будет выходить на орбиту? Я думаю, потому что, ну, в этом весь, как бы, прикол, потому что они должны показать планету процедурно сгенерированную с орбиты. Выходит, похоже, выходит. Да, 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 я понимаю, что она это и делает. И сейчас он должен, по идее, использовать этот, в третий режим скорости. Да. Так, ну, ты что, они будут, что, оставлять Стэнтон? Я что-то не расслышал просто. Вот как это выглядит. Я думаю, высота километров 15, да? Нет, меньше, 5. Да. Это, это да. Ребят, вот из-за чего нас стоит ждать эту игру, да? Вы же можете не донатить, но... Но ждать ее таки стоит. Сумкар, ты сам должен решить для себя, хочешь ты брать эту игру или нет. За тебя никто не решит. О, так, о, слушай, Orbital Relay. Он сейчас будет прыгать в другую систему. Если я все правильно понимаю. Это расстояние, ты понимаешь, до прыжка? Правильно? Да, ну, до орбитального этого, ретранслятора. Но что такое Relay? Что он имеет в виду? А, понятно. Это орбитальная станция загрузки-разгрузки. Если все большие корабли прибывают туда, то есть они там разгружаются, уже потом оттуда доставляют на поверхность. Дарь говорит, что уже разные и довольно много вариантов станции уже можно будет видеть после 3.0. Ну да, говорит, что самое основное то, что вы видите, что нет ни экранов под загрузки, это все в живую, в реальном времени. Это орбитальная, получается, станция, да? Да, да, да. Я не на нее. Видишь, тут какой-то бар. Что-то он разохнулся. Я тоже думал. Говорит, вымахивается. Да, слушай, это просто... Вид, конечно, еще тот. А, да. А теперь пусть прыгает. Да, 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 а теперь разгоняйся. А теперь я вижу сюда свой дом, да, как в приколах? Потому что ты мужиков. И что ты думаешь? Я думаю, что будут еще такие соревнования, кто быстрее там по поверхности долетит. В смысле, спрыгнет и долетит? Да, 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 да. Ну, жильеонима, давай. Прыгай, прыгай. Прыгай, прыгай. Ну, говорит, это уже 64-битная версия. Я не знаю, Глэм, можно прыгать или не прыгать? Нет, не знаю. А, так он на орбите все равно, ребята, то есть как бы он уже все... То есть он в невесомости, да, получается, или что? Да, но я так понимаю, что, подожди, выходит, что станция на геостационар на орбите, потому что, ну, иначе планета бы под ней вращалась. Ну, говорю, что гравитация верно симулируется сейчас. Тогда где двигатели? Нет, нет, я думаю, что орбиту они типа поставили на воображаемую геостационарку. Только так я могу это объяснить. Он сейчас покажет внутренние станции, как они... и как они будут выглядеть. И если мы идем через здесь, там будет элевейтор, мы идем через на другой стороне, который нам придет в датрим, и мы будем показывать вам это в немного. Давайте, эээ... продолжим дальше с нашей путешествием. Ну что ж, хочется сказать, что я... I'm very excited. Excited. Пока что. So far so good. Dear Chris. Давай удиви еще чем-то. А-а-а. Он все-таки идти к поверхности. Я все-таки надеялся, может быть, еще что-то покажут издалека планету. Хотя... О, Лорвилл. То есть 23 миллиона километров. Далековато. Моби сголаз, наверное, сейчас будет это выстраивать траекторию. Да-да-да. Угу, курс. Ну как бы да. Спрашивает запускать квантовую... Квантовый прыжок. Да. Вот сейчас, да. Будет это интересно. То есть они хотят со стороны показать, как это выглядит. Ух, елки-палки. Ребята. Шикарно. А-а-а. А-а-а. Да-а-а. Ну да, говорит, эффекты мы подправили. Улучшили именно квантовый прыжок. Да, он говорит, да. То есть прыжок все-таки будет занимать какое-то время. Плюс с точки зрения геймплея. Плюс, скорее всего, что из прыжка вас кто-то или что-то может выдернуть. Опять же, это все для геймплея. Для того, чтобы вы инвестировали туда какие-то усилия. Ну, чтобы просто добраться даже точки А в точку Б. Ну, сейчас выйти рассказывать о том, как они создавали все, что мы сейчас видели. Ну, элит технический художник. Слушай, технический художник. Довольно интересное совмещение. Да, вот это то, чем я вот хотел спросить тоже. Он говорит, как мы будем наполнять это все пространство и планеты контентом, который был бы понятным и интересным. Вот вам эдитор городов. Генератор, процедурный генератор городов. Генератор, процедурный генератор городов. Генератор выглядит как минер. А это он делает, на самом деле, обводит периметры, периметры нескольких районов города. А желтые – это места, которые более высокие, чем другие. И потом вот в одной кнопкой «Заполнить layout», то есть оно уже автоматически вот по этой схеме заполняет вот эти все пространства застройками. То есть там уже опять же NPC, строение и так далее. Вот он говорит, жилые, да, как бы вот эти районы. Нажимаем «Сохранить», и вот теперь у нас вот такой вот город. Опять же, к вопросу, что делалось пять лет. Да, 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 только чтобы этот тул сделать. Вы видите, есть высокие дома, о которых мы говорили. Низенькие вот пониженные, говорят, ну мы можем создать все, что хотим. То есть могут быть и дороги, мандорелис, который может следовать, курсировать, все что угодно. Ну это же жилая зона. Честно говоря, так чтобы я сказал, чтобы я разбирал точно, где вот супер там какая-то индустриальная зона и где зона развлечений, я не могу, но окей. Да, это эдитор, я знаю, что интерьера. Каждая из этих вот табличек тут наполнена элементами. Да, что должно быть в коридорах, в комнатах шахты, лифта. Даже могут быть тайные комнаты. И на основе вот этих таблиц они заполняют его. И вот environment полностью создается. Ну фактически сам, вот вам и процедурная генерация. Кто спрашивал. То есть да, то есть после того, как оно уже было создано, окей, есть и некоторые сложности, то есть опять же это все нужно допиливать напильником. Множество вещей нужно доставлять, доделывать, кое-что исправлять, правильно написать что-то и так далее. Он говорит, ну на самом деле, вы понимаете, это уже довольно почти финальная вещь, которую можно использовать. Да, то есть много довольно локаций, то есть и магазин. Вот опять же, может быть даже несколько уровней, несколько этажей. И опять оно все генерируется. Да. Вот это реально интересно. А теперь это все интегрировать надо в планетарную экосистему. То есть два этих инструмента интегрируют внешний вид вместе с внутренним сгенерированным, да. И это все они опять же накладывают на планету. То, как оно должно выглядеть. И таким образом создается город. Я могу себе только представить, точнее нет, я не могу себе представить сколько они создавали. Даже хотя бы первый тул, первый инструмент. Ну и сколько времени забрало. Мы долетели сюда, видите. Помните, мы говорили много раз и на стримах, сколько на самом деле заберет времени. То есть 23 миллиона километров это приблизительно... Сколько там прошло минут? Семь? Восемь? Так, Криса не слышно просто. Как всегда. У нее дурацкая привычка. Он начинает говорить и не включает микрофон. Он также повторяет, что это все та же звездная система, без загрузок. Угу. Он говорит, ну, в мире Star Citizen многие планеты принадлежат корпорациям. И эта планета как раз принадлежит одному из магнатов, которые разрабатывают вооружение. И, соответственно, если планета находится в владении одной из компаний, ну, там закон не слишком соблюдается. Соответственно, скорее всего, планета довольно сильно загрязнена. Вот мы сейчас как раз увидим совсем другой тип экосистемы. Я говорю, да, опять же, не забывайте, что это все не финальная версия. То есть, и это все будет намного красивее допиливаться. Угу. Он говорит, что два вида квантового прыжка. То есть, короткий и длинный. Короткий – это внутри система между большими планетами, да. И, скажем так, короткофазовый, да, для того, чтобы поближе подлететь к какому-то объекту. Ну, как сейчас было. Боже, он играет на геймпаде. Да, я думаю, что там все, как бы, хардкорщики его просто заплевали в голове, да. Внутренне. Оу. Я помню, кажется, вижу там что-то зеленое. Оу. 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 Внутри. Оу. Оу. Внутри. Оу. 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 вынес и сожрал в аврорку тоже это либо уровень загрязнения такой по его неправильно хотя атмосфера такая как бы не совсем но выглядит чистой на как скорее всего действительно да да это просто какие-то либо отходы да то есть да все так выглядело зловеще на самом деле чё свистеть до чего планеты подавили германская команда которая работала с движком очень много усилий приложила для создания процедурных планет процедурного создания плане это еще скоро увидите как вот корабль над водой пролетая будут будет создавать и волны крыту пока еще этого нет так интересно еще какую-то покажу планету этот надеюсь какой-нибудь а-ля парадайз ты же ну вот насколько они это создали и причем там еще музыкальное сопровождение у меня вот реально и тени умения не знаю как у тебя давай посмотрим нет нет я имею виду что в позитивном смысле то есть она очень классно перед перед я вот это все смотрю я тут не хочу быть она реально вызывает такое знаешь обращение это промзона смотри да 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 ну это все я же говорю что это планета которая полностью доведена до индустриализация да то есть и все скажут носит азинконе крис поднял важнейший вопрос экологии экологии то и все международные фонды начнут ему скидываться покупать пионеры пачками да говорит что это планета как бы полностью разрыта вырыты все отсюда ресурсы егид это о оборудовании киноксерс фартин было это 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 э э э э э э э э э например говорит blade runner в принципе очень много похоже да да последний гриф используется та же технология то есть постройки города и дистрибуции разных элементов и частей города не идите этому который использовал на другой планете заре 80 ну то есть сразу не видно какая большая большой размер и площадь общей планеты да ну вот сейчас реально я с ним согласен только сейчас понимаешь ну какой огромный охват территории и контента гладис будет полетел да 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 видно видно подлоги глен likes to show off это же горит лаги so let's let's sort of head to the outskirts outside the city because we want to sort of give you a sense of what it's like in the ecosystem outside and then also the sense of scale that you get так или давайте полетим вот мы говорили вспомнить которому говорю передай давайте полетим сейчас на окраины города посмотрим как она выглядит со стороны открыт давайте приземлимся на окраинах найдем место для посадки и сядем да 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 то что то что мы показали да кстати обратите внимание exit появился да 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 ну чтож я впечатлен довольно такие да тундра кирпи массивной постройки на горизонте которая говорит ну сверху не выглядят массивными но только как сядешь со меняется перспектива да говорит стараемся продумать все до деталей создать мир до деталей каждую локацию но сделать это максимально используя процедурные инструменты говорит еще у нас много куда есть двигаться на самом деле и будем наполнять планеты живыми существами опять же о том о чем мы рассказывали о этом окс ну я хочу сказать что оно выглядит очень я не знаю скажу так давайте смотреть против глаза они это все так выглядит или они вот эту локацию сделали настолько детальной что ты в нее веришь ну вот я сейчас в это верю то что я вижу да ну вот у меня вызывает определенные эмоции и это несомненно позитивно заметьте нокс не упал я тоже об этом подумал упадет не идет ах слушай так хочется поводить свой а мой в байбеке который кстати ты подарил ничего 3.0 скоро надо верить надо иметь веру смотри как дым да вообще ну то есть я взял вот я вас немножечко тут с трудом челюсть удерживаю почему чертон это 2 2 3 4 5 3 и был на да говорит это окраины одну из фабрик да 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 я думал это twitch сначала у меня потом понял что это у всех секьюрити скучающих это мужички которые там что-то пиляют нпс еще у ног супер прям с неба да это баг физики до играть нпс конечно еще на начальном вообще этапе проработки потому что одна из задач это наполнить все локации нпс точки зрения как толпы 90 процентов нпс и плюс 10 процентов игроков плюс-минус так будет выглядеть наполненная локация да 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 моби гласится он говорит ну могут для того чтобы это все для того чтобы создать максимально реалистичные локации на каждой планете а это вот на на бэкграунде главный корпус вообще штаб-квартира корпорации которые мы уже прилетали о этих мы тоже показывали а п в если не подальщики ну я думаю это у них все упало коршнулась вот это и есть превью что будет после 3 и 0